Всем привет, господин Иванов, это господин Рогов. Давно мы с вами вместе в аэропорту не встречались. Я еще не до конца решил, но если вы это смотрите, это значит, что я решил записать вам тревел-влог. Даже не тревел-влог, а это селфи, кулинарный влог, гастро-влог. Мы летим, летим, летим. Вау, нереально просто. Оттуда на поезде едем во Флоренцию. Пока не указан. Третий, четвертый, пятый, шестой. Флоренция откуда-то снег. Вау! Вау! Великолепно, просто великолепно. Привет из Флоренции, у меня шикарный голос с утра. Вот такой вас ждет тревел-влог, если он случится. Так, мы приземлились в Стамбуле. Я жутко хочу спать. Веду свой дневник. Дневник памяти. Ой. Ну ладно, у нас короткая стыковка и полетим. Взбрин. Справа полетим. Взбрин. 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 Нас встретили в аэропорту, милая девушка на вот такой машинке. Мы сейчас катимся вперед для того, чтобы пройти секьюрити чек, а потом еще один чек, еды чек, пись-пись чек и потом летим в Рим. Тебе пись-пись чек надо? А вот мне надо. Я хочу сказать, что в Стамбуле огромный аэропорт. Конечно, в последнее время это connection point. Куча стыковочных рейсов, все летят через Стамбул, здесь очень много людей. Аэропорт огромный, вот мы приехали в одну его часть, на машинке ехали в другую его часть, сейчас идем в третью его часть. Вот, идем сейчас в бизнес-зал, там можно будет, собственно, сделать все эти чеки, про которые я сказал. Не знаю, насколько все интересно, что я рассказываю. Давно не делал тревел-флоги, поэтому у Сарямба. Привет. Привет. Сарямба. Мы летим в Рине, а последний раз в Рине и первый я был 8 лет назад, а может и 9. А может и 7. Мы долетели, мы долетели, господи, у меня 42 кода, а веду себя как будто бы мне 3 кода, башка максимально помятая, перелет конечно выматывающий, потому что нужно долететь до Стамбула, пересесть, подождать, постоять, посидеть, сесть, полететь дальше. Ну что, прикольно. Вот такая. Здравствуйте. Давай, акошная комната. Ой, вообще не в стремне. Вы видите, это как бы середина мая. так прошли мы паспортный контроль все супер без эксцессов чемоданы прилетели марта нас встретила маурицио приехал ой все загружаемся и едем в город предлагаю ненадолго прервать наше с вами путешествие по италии я уже в москве на съемочной площадке снимаю новые выпуски rogov life и совсем скоро вы узнаете что же интересненького да интересненького я для вас приготовил ну а сейчас я расскажу вам о своей новой шопинг находки и подарю вам свой промо код на первую покупку посмотрите эту интеграцию до конца в италии я почти не ходил по магазинам потому что все что мне нужно я могу заказать онлайн в этом мне всегда может помочь new self платформа для шопинга и вдохновения на new self вы найдете актуальные зарубежные и локальные бренды широкий выбор не только одежды и аксессуаров но и косметики wellness товаров и предметов интерьера а еще new self это классный инструмент не только для шопинга но и для развития насмотренности редакторы платформы каждый день рассказывают о модных трендах делятся идеями стилизации от модных героинь и рекомендациями стилистов и других экспертов а сейчас внимательно слушайте и запоминайте мои рекомендации вам покажу кое-что интересненькое с new self так я просто обожаю это дело но начнем мы конечно же с базы я очень рекомендую присмотреться к этому однобортному жакету необычного оттенка такого серо-шалфеевого цвета жакет от бренда le brand стоит он 44 тысячи рублей но поверьте мне эта цена себя многократно оправдает и окупит этот жакет подойдет ко всему его можно надеть и с мини-юбкой и с джинсами и джоггерами и с какими-то брюками со стрелочками и со спортивной обувью из классической с чем угодно рекомендую присмотреться быть посмотрим что еще ну ну конечно куда в этом сезоне без лоферов идеальные лоферы найдены мной на new self эти лоферы тоже абсолютно точно впишутся в ваш гардероб и оправдают свою стоимость носите их с жакетом которая только что показал эти лоферы можно миксовать и с белыми носочками и носить с классическими брюками и с джинсами с чем угодно лоферы наше все в этом сезоне так вы же знаете бренд коперни но наверняка вы про него слышали и видели белу ходит в этом белом платье который на нее нанесли из баллончика это же уникальный фэшн момент и вот на new self можно купить например сумку от бренда коперни сумка необычной формы сумка багет не пугайтесь что она с рисунком под зебру такая сумка станет классным акцентом достаточно простом образе ее можно будет носить из классической одежды и со спортивной и коперни это конечно же заявление и это модная инвестиция не побоюсь этого слова ой знаете что здесь можно купить здесь можно купить точно такие же джинсы в которых я сейчас это джинсы от бренда dark park мне нравится их форма мне нравится что до ним очень плотный вот прям ощущаю его до ним плотный держит форму мне нравится что эти джинсы как будто бы заляпаны краской стоят они 44 тысячи рублей но поверьте мне опять таки эти джинсы отличная находка их можно миксовать с разными вещами с базовыми или со сложными кстати даже сумочкой коперни эти джинсы будут смотреться классно и вы не поверите на new self можно собрать тотал лук как у александра рогова потому что тут не только джинсы dark park есть но еще и точно такая же рубашка как на мне сейчас носите вместе как это делаю я и носите по отдельности как это я делаю крайне редко но я обещаю что эти джинсы не только с этой рубашкой буду миксовать серый джемпер кстати достаточно простой нейтральный к этим джинсам тоже подойдет и закончим обзор еще одной вещицей это балетки но балетки не простые это балетки из сетки балетки мэри джейн с ремешком черным мне нравится что они прозрачные здорово будут смотреться на босу ногу а также отлично будут смотреться и с контрастными носочками например с белыми еще мини юбочку в складку наденете будете просто как хейли бибер приложение new self это идеальное пространство где вы можете собрать свой гардероб из актуальных и модных брендов а теперь как я и обещал дарю вам свой промо-код на скидку 10 процентов на первую покупку рогов 10 скорее заказывайте ну а сейчас ну давайте досмотрите выпуск итальянский до конца а потом заказывайте давайте челюсть отваливается от всего что здесь видишь от всех этих развалин от архитектуры от красоты боже просто с ума сойти просто просто с ума сойти очень даже смазать если марка а партами боже красота какая него это невозможно снять конечно это все нужно видеть вау вау это колонна Добро пожаловать в Рим. 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 Пожаловать в Рим. Добро 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 пожаловать в Рим. умные мне сначала все рассказывает иванов а я потом вам передаю мы сейчас на площади четырех фонтанов раз вот там два вот там три и вот 4 вот там иванов и как сказал александр это шедевр итальянского барокко надеюсь я правильно передал фонтанов шедевр римского барокко работы франческо брони не помню видишь овал все видите овал вор овал и все неровное то что отличает итальянская барокко до рамы и театр нереально по переходим дорогу идем внутрь я продолжаю тырить слова александра иванова все убранство снаружи и внутри все достаточно лаконично класс но главное новшество это овалы потому что до этого везде были круги правильно рождение вот видите все построено на форме овала а еще что важно и интересного время во все храмы во все церкви вход бесплатный и свободно можно входить и смотреть так это колонна трояна как мне сказал иванов а вот это главное достопримечательность рима но мы не помним как она называется это площадь венеция это капитолий правильно в общем если что по версии rog of life это капитолий мы забрались на самый верх иванов мне тут на ухо нашептал что это мемориал посвященный чему ему ему президенту италии нашему очень классно подготовились мы не готовим это гигантский мемориал пошел дождь можно войти внутрь давайте внутрь но хочу сказать что ты себя здесь чувствуешь просто маленькой такой букашкой потому что все такое огромное и ощущения специфические наверное для этого его и делали чтобы ты почувствовал силу и власть короля вот иванов орёт что тут ресторанта а я вот что вам хочу показать колизей это просто красота нереальная а иванов видимо хочет не в колизей а в ресторанте ресторанте прям все хотят в ресторанте это даже не ресторанта какая-то столовка да фу это столовка это не пойду там столовка короче там какие-то готовые сэндвичи могли бы ресторанта открыть на крыше все пойдем дальше бродить бродить лучше чем в столовке сидеть так мы набились в лифт как селедки поднимаемся на крышу вообще для меня не свойственно посещать так много туристических мест но рим исключение все хотят наверх вот это вид так билетик стоит 13 евро 15 евро включает в себя визит на крышу где мы сейчас находимся смотрите вообще супер а также два музея в музее тоже пойдем не знаю будет ли видеоотчет сколько можно и реально просто короче рекомендую подняться на крышу потому что отсюда вид на рим как на ладони так а пока мы с вами шаримся по риму поднимаемся наверх смотрим на достопримечательности города мне рассказывает кучу полезной интересной информации мне даже голова скоро взорвется в москве кипит работа саш привет это они это баня ты там в италии отдыхаешь а мы тут контент для рогов шоу аж вот так вот работаем на улице вообще нереально вот контент пилим съемки в экстремальных условиях смотрим результат так тут большой вопрос как ходить вот такой брусчатки на каблуках ответ никак поэтому каблуки конечно не для рима а мы движемся к пантеону храму всех богов напоминаю не думайте что я такой умный это все иванов мне подсказывает кстати если вы спросите каково это гулять под дождем по риму я вам отвечу нормально но дождь и дождь он же не проливной все правда зонтиками в дождевиках мы без ай но айдонин брала тэнки вот тут очень а тут очередь внутрь вау то есть просто от не войдешь когда были восемь лет назад очереди не было ну вот смотрите ну пойдем в очередь вот такая очередь в целом двигается быстро можно даже сказать что это развлечение поставить в очереди так я отошел фонтан поснимать а очередь аж на 100 метров вперед улетела я тебя найти не мог я не понимаю как могли люди построить сейчас он то увидит я импрость импрость а расскажи пожалуйста чем особенность этой постройки это огромный купол который первый раз удалось построить а вторых то есть отверстия и второй век примерно наш это уникальное сооружение камера не тут это уникальное сооружение мы там были и вы там были с нами все идем по брусчатке сейчас покажу куда мы идем даром это фонтан трэйви и посмотрите какое это популярное место я даже сбоку специально сниму смотрите сколько народу все хотят сделать фото но ни у кого не получится разочарование иванов правильно вот я прорвался а если видео селфи запишу вот я здесь был мама привет фонтан трэйви красота народу куча но кайфовать от этого места мне это не мешает стало время обеда мы в шумном ресторанчике как называется не но этот ресторан нам кстати посоветовала анна хоменко так что хоменко твоими рекомендациями пользуемся и на вечер тоже ресторан по твоей рекомендации забронировали это ресторан в котором пасту ела сама опра в инфре но это тот куда мы вечером пойдем не знаю насколько вам все это выглядит аппетитно но вот эта штучка это артишок мягкий дам трава вареная нам принесли еще одно не более аппетитное внешне блюдо но надеюсь вкусное это жареные артишоки будем пробовать давайте трава жареная try it это вкусная жареная трава вот и мейн дишес вывод делаем такой ресторан не но вкусно но не эстетично вкусно вкусно иванов вначале плакал от красоты а сейчас плачет от тольяты которую заказал я скажу следующее это то суси когда внешний вид это панчо это вкусно это нежнейшее мясо он тает во рту пармезан невероятный и рукколы рваная вкусно 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 да да это вкусно я и а и и и и и и и и и Мы с Ивановым напились. Я пиво, а он пиво и вина. И сейчас мы рядом с флагманским H&M здесь в Риме. И завтра здесь будут продажи H&M Mugler. И если мне завтра будет нечем заняться, а что-то мне подсказывает, что после сегодняшней глобальной прогулки заняться мне завтра будет нечем, то мы завтра с вами пойдем чекать, что останется. Может быть, даже что-нибудь купим в H&M. Нет, здесь в H&M русским продают. Потому что мы сейчас по дороге в ресторан заходили в Риношенко, чтобы купить духи в Луи Виттоново-Ново. И нам что? Их не продали. Сказали, если вы из России, и вы живете в России, вы не можете купить. Прикиньте. Впервые вообще с таким столкнулся. Но, возможно, это политика конкретной продавщицы. Сучки. Продавщица. Продавщица. Мы проспались. Вернулись с вонтану в Триви. Здесь, вот как было, куча народу. Так до сих пор и столько. А теперь надо отсюда текать. И мы идем ужинать в ресторан, где когда-то пасту ела Опра Уильфри. И я надеюсь, это не главное их достоинство все пойдемте. К дороге в ресторан мы проходим мимо Пантеона, где мы с вами сегодня днем уже были. И вечером, конечно, он выглядит еще эпичнее. Сейчас вам покажу. Вы вообще обалдеете. Класс, да? И не менее эпично выглядят брюки на Александре Иванове. Very Italian. А долго нам идти еще? Ничего себе. Мы идем пешком на другую сторону города. Так, заявление. Мы сейчас находимся на мосту, который идет через Тибр. Это, конечно, супер впечатляюще. Я понимаю, что камера и видео все это не передаст, но я вообще в восторге, я в шоке. Что же будет во Флоренции твориться? Ну ладно, пока идем питаться. Вот так выглядит ресторан. Ну что, почем, да? Мы добрались. Место супер. Вино Иванова продал супер. За всех вас. И за ним. Еще сыр. Еще сыр бесплатный принесли. Не успел я сделать. Вот только вина нам принесли еду. Это фокаччи с мортаделло. У Иванова креветки. У меня моцарелла свежайшая с томатами совершенно разными. И еще раз покажу вам вино. Ну что? Еда просто вкуснейшая. Вкуснейшая. Ну в общем, пасту здесь подают. Вот в таких сковородках. Вручную замешивают. Вы уже видели где. И прямо сейчас все это нужно пробовать. Боже, вы даже не представляете какой это аромат. Очень добрый. Просто нереально. Все, не могу, у меня остывает. Лакомство. Ты знаешь, что опра три такие съела? Вообще божественно. Короче, мы поели. Вот счет. Ну, чтобы вы знали. 236 евро. Ну, мне кажется, наслаждения было гораздо больше. Я понимаю, что это дорого, но все же. Вот такая тусовочка на мосту. Что это за мост? Это мост с окном, по-моему. Мост с окном? 15-го. Вот вы представляете, мы идем по мосту 15-го века. 15-го. Просто ты как бы идешь ногами. По мосту 15-го века. Отекший весь, опухший после, блин, перелета суточного. Ну, что? Сэ ля ви. Мост с окном. Давайте искать окно. Видите окно? Сейчас я телефон уроню. Вот мы будем с вами видеть окно. С окном? Я опять забываю, где камера? Она вот тут. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Трэвел-влог специально для вас. Хотя я бы мог просто гулять и ничего не снимать. Ну вот в этом весь Рим. Машина, чайка, собор. Концепт снимал. Новый день. Новый Рим. Так, прошло уже полдня. Я успел поработать. Отсмотрел Рога в деле, свежий выпуск, правки внес. И сейчас чуть-чуть злой. Иду на прогулку. Потому что программу смонтировали не идеально. Покажу свой лук. В общем, шорты сегодня подлиннее. Пробашка подлиннее. Белая майка. И таби. Ну и что? Ех обожаю. Ну и раз мы уже показали отель внутри. Вот, посмотрите, как он выглядит снаружи. Вилла Боргезе. Отель называется вот так. Название из-за автобуса не видно. Отель Эден. Апельсиновые деревья. И завтрак на крыше. Александра, в чем вы сегодня? В обычной одежде. В удобной, комфортной. В удобной, комфортной. А, кстати, H&M Mugler сегодня продажи. Вот немножко мюглеризма в H&M. Продажи начинаются сегодня. Да. Что там с качеством? Ну, качество как качество. Вот серьги какие-то прикольные, кстати. Перчатки. Пойдемте посмотрим, что там за толпа у входа. Все по классике. Ну, толпа такая, видимо, уже подрассосалась. Вот прям все очень хотят. Видите? Немножко мюглера. Немножко H&M. Странно, что в очередь стоят люди уже с пакетами в мюглер. Ну, вот такой отчет. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так, собор Святого Петра. За ним Ватикан. Мы просто дойдем и полюбуемся. Как, собственно, и в прошлый раз. Внутри мы не были. ДимаTorzok. Посмотрите, сколько людей идет сюда. В Ватикан мы не пошли. Давайте посмотрим, где мы были. Вот мы были вот тут примерно. Вот собор Петра. А вот это все вокруг. Это территория Ватикана. Ватикан это вообще страна в стране. И там, говорит Иванов, жить, наверное, одно удовольствие. Пойдемте искать пиво. Мы вчера с вами переходили вот этот мост. И он называется мост с окном. Видите окно? Сейчас я телефон уроню. Вот мы будем с вами видеть окно. Окно найдено. Окно есть. И мне кажется, мы скоро найдем пиво. Это некий островок, который находится прямо посреди Тибра. Возможно, там удастся где-нибудь перекусить. Итак, на острове мы что нашли? Пиво нашли за вас. Кстати, этот маленький остров когда-то стал местом для какой-то чумной больницы? Чумной больницы. Да, здесь открыли чумную больницу. И все заболевшие чумой выходили здесь, на острове. Я здесь. Сейчас здесь безопасно и вкусно. Вот вы можете видеть, как сумки JW Андерсон едят чипсы. Подоспела еда. У меня будет паста с вонголи у Иванова. Fish of the day. Ну что, вкусно. Такое милое, непритязательное кафе. Прямо на улице. А знаете, что итальянцы никогда не пользуются ложкой, чтобы накрутить пасху. Это только у нас. Прямо с ложкой будет считается стремным. Нужно брать пасху. Вот так подцепляешь. И вот так мы краю тарелки. Заканчиваешь. Потом вот так делаешь. И чек за обед 99 евро. И заканчиваем обед по итальянски с чашечкой эспрессо. Перфетто. У меня ощущение уже, что мы просто ходим по кругу. Мы опять у этого фонтана травить. Боже, сколько народу. Еще погода сегодня хорошая. Поэтому тут просто не пройти, не проехать. Но красиво. Красиво, но народу просто тьма. Короче, за прогулкой с финиш. Я скажу так. Даже если вы с собой в Рим взяли табию, маржелло. На каблуке. Это совершенно не значит, что их нужно надеть на прогулку. Потому что просто ноги сейчас оттормутся. Но мы прошли пол Рима. Просто пол Рима. Фух. Все. Все, пошел. Давай, пока. Я переоделся. Что мы в Риме делаем? Погуляем, дожарем. Вот, собственно, погуляли. Я чуть поспал. Переоделся. Иду есть. Куда идем? Я не знаю. Руга в шоп. Я всегда руга в шоп. На мне брюки дресса нотом. Ботинки дресса нотом. Так, Баленсиага. Руга в шоп. Эрмес. Баленсиага. Пойдемте. Дорогие мои подписицы, поклонники, поклонницы, зрительницы и зрителям. Для кого-то прощения. В этом ресторане так интимно, тихо, что шуметь здесь вообще не хочется. И вообще в целом, а мы столько уже еды на ваших глазах съели, что мне кажется, этот визит в ресторан останется без видео. До связи завтра. Флоренция нас ждет. Этот день настал. Мы покидаем Рим. И мчим на поезде во Флоренцию. Чемоданы собраны. Машина подъезжает. Маурицио. 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 Эккои, бон гюно, каро. Насколько ес, бон гюно. Да, мы знали. Спасибо. Спасибо. А вот пойдем к Табло, посмотрим номер и узнаем где. Очень похож на Ленинградский вокзал в Москве или Московский вокзал в Питере. Так, Табло, сейчас найдем Флоренцию и, собственно, пойдем. А вот, 94.20, 12.36, пока путь не указан. Путь наконец нам стал известен, путь номер 6. Идем, загружаемся, едем. Ехать, кстати, всего полтора часа. Это близко. Так, третий, четвертый, пятый, шестой. Мне так всегда страшно на вокзале. Поезд выглядит как Сапсан, все так же, как у нас. Пыщем первый вагон и все. Думаю, как выйдет супер. Мы уже через 10 минут будем по Флоренции. И мне кажется, там какое-то дождище просто будет сегодня. Ливень, дождище, тучи. Я не жалуюсь. Я радуюсь, что можно будет никуда не щемиться. У Флоренции откуда-то снег. Так что я не зря в кожаной куртке утепленной. Спасибо, Шу. Это Россия. Это Россия. Это Россия. Хорошо, что у нас есть для дизайнера? Почему снег? Вы видите? Это как бы середина мая. Прикол. Что за катаклизм? Я хочу выразить благодарность Оленьке за то, что она мне ночью перед поездкой написала, что в Италии будет холодно, что будут идти дожди и нужно потеплее одеться. Спасибо. Спасибо за предупреждение. Мне будет очень комфортно у Флоренции на морозе. Вау. Ты просто перейдешь, и я обнимаю Семи в вашей линейке. Хорошо. Мы живем в самом центре. В самом-самом центре. И это прекрасно. Вываливаемся. Здравствуйте. 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 Спасибо большое. В последнее время? Рогов. Рогов. Да. А сейчас вид на город. Тадам! Тут еще и балкон. Вау. 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 Офигеть. У Флоренции, конечно, совсем другой вайп. Это совсем другой город. И это просто one love. Ну, вместе с вами город посмотрим. Класс. Я чуть поспал минут восемь. Поработал. Отсмотрел шопинг-влог, который вы уже увидели на Rogue of Life. Иванов под впечатлением от Флоренции тащит меня в ресторан, который называется Столпотворение. И мы в этом ресторане были уже несколько лет назад. И называем этот ресторан у бабки. Потому что там было очень вкусно. И мы там со всеми познакомились и обнимались потом там. В общем, идем есть мясо. Стейк по-флорентийски огромный. Объедимся и сойдем с ума. Вот. Такой план. В общем, мне кажется, что это даже не travel-влог. А это селфи. Кулинарный влог. Гастро-влог. Ой, красиво. А, боже, что ж так красиво-то, а? Ну, с ума сойти. Вот стоит Давид голенький. А вот там одно из важнейших мест для модников. Gucci Cafe. Видите? Gucci Garden. Я думаю, что нам обязательно завтра туда нужно будет дойти. А так вот Флоренция вот такая рубленая, грубая и наглая. А это кто? Зевс? Пойдем сюда мы или нет потом? Придавать нам ничего тут не хотят. Поэтому этот влог не о шопинге. Не хотите, но и не надо. А вот это даже я знаю, что такое. Это Ponte Vecchio. Золотой мост, да? И он сейчас реально выглядит как золотой из-за заката. Очень красиво. Вот мы идем по Ponte Vecchio. Все уже закрыто. Я думаю, что мы сюда обязательно еще днем зайдем. Сейчас, конечно, тут максимально спокойно. Потому что магазинчики-то закрылись. Принес. Прибал. Покус. Во всех. Ура acho. А сейчас, пока мы идем под дождем, я вам расскажу байку, почему я не боюсь дождей. Так вот, когда-то в 2000 году, когда я учился в Германии, в городе Киль, там постоянно шли дожди. Вот ты выглядывал из окна общежития, смотрел, что идет дождь и думал, боже, какой ужас, сейчас весь промок, но потом ты выходишь под дождь, он не так страшен, он просто капает чуть-чуть, с тобой играется, а ты на велосипеде едешь без дождевика, и тебе классно, поэтому я дождика больше не боюсь, дождик, я тебя не боюсь. Вот такая история от Александра Рогова. А вот и ресторан, куда мы идем. Тот самый флорентийский стейк, килограмм 20, чтобы быть точнее, картошка и бинз. Может быть сейчас это выглядит не очень аппетитно, но я уверен, что это будет очень вкусно. Так, зрители, зрительницы, коллеги, товарищи, подписчики, подписчицы, я ответственно заявляю, что это самое вкусное мясо, которое я ел. Мне считается мясо после голодовки в Индонезии, когда нас заперли в гостинице, мы ничего не ели пять дней. Короче, это просто нереально. Причем ты видишь кусок мяса, кажется, что невозможно будет прожевать, потому что он практически сырой. А он, знаете, мелтинг, он не там, просто, просто, просто тает, просто тает на языке. Это нереально. It's melting. Is it melting? No, просто не представляете. Не в целом, просто соль, перец и мясо. Венешком запыть. Ну, не так. Ну, и по традиции посмотрим счет. Это 161 евро. Но было вкусно, евро на 500 минимум. Очень классный ресторан. Просто супер. По традициям после еды нужно выпить эспрессо и, конечно, съесть тирамису. Суходнее реально вкусно. Это просто лучший ресторан. Страшный день, но супер вкусно. Я могу сказать, что это женщина, с которой могу ловить. Я последний раз вылету, но, с сожалению, я не ловлю. Когда здесь просто было душой ресторана, и нам повезло, что мы ее тут застали 8 лет назад. Любим, помним и целуем. Привет всем. Привет из Маринцы. У меня шикарный голос с утра. Кофе пью за вас. И сейчас пойдем на завтрак. Посмотрите RogoFly. Это travel vlog для вас. Кофе нет, на самом деле. Жизнь блогеров. Как вы понимаете, у нас новый день, новая прогулка, новая Флоренция, новое все. И когда мы... О, боже, когда мы уймемся, я не знаю. Итак, это главная достопримечательность Флоренции. И ее опоясывает вот такая длиннючая очередь. Сегодня еще и суббота. Все хотят попасть внутрь. Плюс наверху есть смотровая площадка, откуда можно посмотреть на всю Флоренцию. Но мы, как вы понимаете, в этой очереди стоять отказываемся. Собака очень хочет внутрь. И, кстати, новость дня. Я не на каблуках. Зато в странной обуви сегодня Иванов. Вот в какой, посмотрите. А мне удобно, комфортно. Могу бродить весь день и не ныть. Ой, вы гляньте, какие хорошенькие. Прям как Юра. Итальянские Юры. Идем дальше бродить по Флоренции. И передо мной универмаг Луиза Виарома. Возможно, кто-то из вас знает интернет-магазин такой Луиза Виарома. У них во Флоренции есть и офлайн-пространство. И лет, мне кажется, шесть назад я приезжал во Флоренцию для специальной съемки для Луиза Виарома. Съемка у нас была на улице Флоренции. На улицах рядом с достопримечательностями Флоренции. Получилась прикольная съемка. Если я ее найду, обязательно где-нибудь здесь размещу. И в качестве музея мы сейчас сходим в магазин. Вот так выглядит вывеска Луиза. Фиг поймет, что это концепт-стор. Давайте сходим внутрь. Это, собственно, магазин, где продаются разные бренды. Тут играет музыка. Мы идем в мужской отдел. Также там есть еще веранда, терраса и бар. Много черного. Обувь. Плюс, как вы понимаете, концепт-стор – это не отдельные магазины. Это выборка байеров. И развеска тоже специфическая. То есть, либо по цветам, либо по дизайну, но не по брендам. И ассортимент, мягко говоря, не мой. То есть, мне здесь условно купить нечего. Ну, зайти в магазин, где есть новинки, всегда приятно. Ну, в женском, конечно, повеселее. Hi, guys. Ну, вот диковинки-новинки. Чик-чик. Чик-чик. Ну, вот для тех, кто в очереди в H&M за Мюглер стоять не хочет, может прийти в Луиз-Авиарому и купить Мюглер здесь. 470 евро. Вот такой топ. Офигенная, кстати, кожная куртка. Просто супер. За 3800 евро. И вот новая сумка бренда. Вот такая кривая. Уже тоже здесь есть в продаже. Вот, пожалуйста. В общем, магазин симпатичный. Купить здесь нечего. Уходим с пустыми руками. И проверять, продают ли здесь русским или нет, не буду. Все, пойдемте дальше. Сейчас у вас есть шанс сравнить, сколько народу сейчас на площади, когда светит солнце и день. И то, какой пустой площадь была вчера, когда мы с вами сюда уже ходили. Толпы. Очень часто группа туристов специально в каких-то ярких кепках, чтобы не потеряться. Так, я предлагаю сходить в музей Гуччи. Он прямо перед нами. Если он работает, если он открыт, конечно. И, может быть, посидеть в Гуччи кафе. Можно выпить там кофе. Что вы думаете по этому поводу? Гуччи. Энтрата. Гуччи гарден. Короче, музей закрыт до июня. Но я сделал вид, что музей – это этот магазин. Здесь нельзя снимать. Но в примерочной можно. Я решил в музее Гуччи, это магазин Гуччи Гарден, примерить вот такой. Пиджак-жакет с вышивкой на спине. Еще один вариант решил примерить. Вот такой. Жакетик. Все-таки пиджаком я это не назову. Кабушлатик. И брюки еще к нему мне принесли. Ну, это лен. Ой, красиво. Ну, ладно, хоть примерить. Вот, смотрите, красота какая. Ну, как красота. Странно, можно даже на размер меньше примерить. Но это альтернатива к жакету Шанель, о котором я мечтаю. Жалко, что этот не черный. Да? Прикольный. Мне нравится. Я бы надел. Мы сели в Гуччи кафе. Я заказал опероль-спритц. Мне кажется, самый подходящий к этой погоде напиток за вас. Снимаем с двухкамер. Двухкамерный влог. За вас. Хорошо. Мы реально здесь делаем три вещи. Ходим, едим, пьем. Ходим, едим, пьем. И уже традиционно посмотрим на счет. За опероль-спритц и два коктейля, которые выпил Иванов, лимонные какие-то, 62 евро. Ну, как-то вот. Зато Гуччи. Андрей, где я? Нет, в туалете. Туалет в кафе Гуччи. Просто супер. Видали, что? Просто музей. Ну, не мог не показать. А мы идем на Понте Векио. Я вам обещал вчера показать, как это выглядит днем. Вот, пожалуйста. Вообще, это видите? Жесть. Трэш. Сейчас Понте Векио – это мост, где продается золото. Но до этого, на этом мосту, продавали мясо. То есть, это был мясной мост. И только потом он стал золотым. Представляете? Ну, со стороны указалось, что здесь гораздо больше народу. Это, видимо, как с дождем. Не надо бояться толпы. Просто иди в нее. Итак, Палаццо Питти, бильетерия, туда. Пойдемте постоим в очереди. Купим билетики и пойдем в очень красивое место. Мы прорвались на территорию. Очередь заняла минут 15-20. И сейчас мы пойдем в невероятной красоты сады. И я вам буду все показывать. Итак, мы идем в сады. А вообще эти сады находятся у Палаццо Питти, но в Палаццо Питти мы не пойдем. Мы там уже были в прошлый раз. Очень красиво. И мне, конечно, удивительно, как в городе с такой плотной застройкой, как Флоренция, можно было построить вот такой дворец. Нет, ну это невозможно. Красиво. И это невозможно передать камерой. А мы тем временем из одного сада, парка выбрались в другой. И вы посмотрите, какая красота, какой открывается вид. И описать, конечно, все это словами невозможно. Передать камерой все это невозможно. Еще поделюсь с вами, чем здесь пахнет. Здесь пахнет чем? Розами. Здесь пахнет розами. Свежайший аромат, как у мамы в саду. В розовом. Пожалуйста, остановите меня. Я больше не могу снимать. Это просто красота невероятная. Это Санта-Кроче. И когда собор строили, закончились денежки. Поэтому он отделан только по фасаду, видите? А дальше это просто кирпичное строение. Вот. Такой рассказ. Отгадайте, что мы сейчас будем делать? Конечно же, есть. Ищем еду. Будем лакомиться. Все, пойдем. Ну, если вы видите тент, это значит, что мы сидим под ним и едим. Иванова тунец. У меня биф карпаччо. Это Иванов меня заставил взять. Печеночное кнелино. Ну и, разумеется, пиво. А Иванов, чтобы далеко не ходить, и пиво, и вино красное пьет. Приятного нам аппетита. Аппетиту. Вы думали, это все? Не тут-то было. Но тут-то бене. У него такая паста с кроликом. Иванова, тольятто. И как мы будем есть, я снова не покажу. Это уже неприлично. Так, у Флоренции начался обещанный сегодня дождь. Я бы даже сказал, что это ливень. А кто молодцы? Мы молодцы. Потому что у нас на сегодня заказан гид по городу. Ну, чтобы мы уже не просто так шарахались, а еще и послушали историю. Ну, вот теперь будем ждать, ливень закончится или нет. А если он не закончится, то что делать? В общем, расскажу вам, как будут события развиваться. Так, всем приветики. Отгадайте, что мы делаем. Мы снова едим. Очень захотелось супу. Плюс я вам обещал держать вас в курсе, закончился дождь или нет. И пойдем ли мы на экскурсию. Так вот, дождь закончился, как по расписанию. На экскурсию мы пойдем. Сейчас быстро все это. Съедим и вперед. У нас была трехчасовая экскурсия по Флоренции. Как вы понимаете, снимать было некогда. Это город, который открылся с новой стороны. Александр, как тебе экскурсия? Я в восторге. Мы в восторге просто. И вообще, на самом деле, мне кажется, в каждом городе надо брать экскурсию. Потому что мы тут два дня шарахались и ходили вроде бы по одним и тем же улицам. Но сейчас ты на все эти улицы посмотрел совсем другими глазами. Это великолепно. Просто великолепно. Прекрасно было. Прекрасно. Слушай, я опять проведу. У меня уже забронирован ресторан. Правда? Да. Уйдет в Гуча? Да, и надо в Гуча сходить пиджак купить. Все. У, Гуча. На связочке. Так, мой флот набирает обороты. Все, короче, становятся сюжеты. Я вам не показывал промежуточные моменты. Ну, в общем, случился шопинг, который, несмотря на то, что раньше Гуччи были фун, теперь Гуччи лав, потому что они мне продали вещи. И отгадайте, что нас с вами ждет дальше. Ну, конечно, мы пойдем есть. Идем есть. Что выбрал я, мне вообще уже просто мозгов не хватает для выбора еды. Я уже в соцсетях начал чекать ресторан, чтобы по картинкам выбрать, что я буду. В итоге, безопасный вариант. У меня буратто, причем с горошком впервые вижу такое сочетание. Иваново карпаччо с батаргой. Let's try. Какие вкусные. Боже, я просто уже как отекшая какая-то жаба. Ну что, вот так Италия на меня действует. Спортзал срочно. Александр Иванов заказал себе какой-то вареный кусок мяса под грудой вареного лука. Вкусно? Очень. А я, отгадайте, что заказал? Конечно, макароны. Макароны с кроликом. Папарделле. Вкусно? На сколько? Из 10? Из 10 вкусно. Кто любит лук, пишите в комментариях. У лука все особенно вкусно. Тут нужно еще любить вареное. Я вас знакомлю с моим блюдом. Это Папарделлю с кроликом в белом соусе. Честно вам признаюсь, я уже, конечно же, попробовал. Но я вас не оставлю без бухбанга. В любом адекватном, великолепном, невероятном ресторане итальянского вам не принесут к пасте ложку. Не принесут. Ставьте ложку, кто ест с ложкой. Оставляйте в комментариях ложку, если вы едите пасту с ложкой. Но знайте, что с ложкой паста есть. Это абсолютная пошлость. Кушно. Мы почти досмотрели этот влог до конца. Если вы это видите, значит, я это вот сейчас. Всем приветики. У нас сегодня последний день во Флоренции. Через несколько часов за нами приедет машина. И отгадайте, куда меня приволок Иванов. Туда, где есть еда, конечно же. Мы на центральном рынке. Он работает до 2 часов дня. И здесь просто сыры, мясо, колбасы. Здесь же можно поесть. Затариться запрещенкой, так сказать. И кайфануть. Особенно здесь понравится тем, кто любит ходить по продуктовым магазинам. Я, например, делать это не люблю. Люблю ходить по магазинам вещевым. Поэтому мне здесь, конечно, страшно. Нам вчера экскурсовод рассказал, что здесь едят только белые грибы. Все остальное им не подходит. Так что, видимо, вот это все, это белые грибы в разных видах. А это томаты вяленые. А еще знаете, что хочу сказать? Вот я купил себе гуччи, пиджачоныш. А Иванов купил себе колбасы. Вот какой разный шокинг бывает у людей. А если подняться на второй этаж, то здесь, я не знаю, что это ресторанчики, кафешки, забегаловки. Но это чем-то похоже на депо в Москве. Народу очень много. Мне, конечно же, здесь уже страшно. Играет музыка. Все едят. Заказывают, пьют. Ой, смотрите, там снимают мастер-шеф итальянский. Видите, там кулинарная школа. Они учатся что-то готовить все вместе. Прикол. Что-что придумал. Мне кажется, пришло время заканчивать этот влог. Так, я еще во Флоренции. Александр Иванов еще во Флоренции. Колбаса, которую он купил, тоже во Флоренции. Но Александр Иванов, Александр Рогов и колбаса возвращаются в Москву. Полет будет долгим, потому что я вам напоминаю, мы летим в Стамбул, и из Стамбула летим на родину. В общем, спасибо большое, что смотрели. Надеюсь, что этот выпуск получился классный. И вообще, надеюсь, что на канале он появится. Все, с вами был я, Александр Рогов. Александр Иванов, колбаса, моя сумка, селфи-влог практически. Чао-какао, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, а я пойду по магазинам. Ну ладно. Пил периодики. Вот. Давно журнала не покупал. Все. Ну и небольшой постскриптум. Все перелеты позади. Опухшие, лохматые, грязные, вонючие. Мы в Москве. Все. Вы смотрели тревел-влог Александра Рогова на Rogue of Life. Подписывайтесь, комментируйте. Все для вас. Боже, какая жесть. Как тяжело все это было. Давно тревел-влоги не снимал. Но, надеюсь, вы мои старания оценили. Все. На связочке. Давайте. Чао. Лайки ставьте, смотрите.